Библейский портал экзегет.ру представляет 35-й псалом, читая в переводе Российского библейского общества, переводчик Михаил Селезнёв, для библейского портала экзегет. Вот тема 30-х псалмов, не всех, но многих из них, это грешники и нечестивцы. Слушайте, зачем о таких вещах псалтири говорить? Псалтирь – святая книга, разве она не должна вся состоять из разговора о праведниках? Вы знаете, вот плохая христианская литература, да, такая манная каша с малиновым сиропом, там все прям вот такие, а здесь все живые. И мы часто видим вокруг себя зло, разве нет? Мы часто негодуем на это зло, разве нет? Мы часто надеемся, что это зло будет наказано. Мы часто пытаемся понять, почему же эти люди так себя ведут, как они могут, неужели они не понимают, что они творят? Поэтому 35-й псалом как раз один из тех псалмов, которые размышляют об этом, но размышляют молитвенно перед Богом, да. Мы очень любим, ну, большинство людей очень любит, скажем так, перемалывать косточки, сплетничать и всевозможно вот обсуждать зло, да. Это же так интересно, зло такое зрелищное, особенно в эпоху, когда масс-медиа нам дают пример этого зла просто в исчерпывающих количествах и сами охотно смакуют эту тему. А можно обсуждать зло, да, но обсуждать его с Богом и обсуждать его в молитве, обсуждать его как проблему, которую надо решить, а не как повод языки почесать. Вот 35-й псалом ровно об этом. Начальник ухора сложен на Давидом рабом Господнем. Здесь отдельно сказано, есть псалом Давида, да, это не очень понятно, как относится к Давиду, а здесь сложено Давидом, то есть указано на авторство самого царя Давида. И тут эти псалмы, они такие вот обычно маленькие, да, и довольно простые по своему содержанию. Такое ощущение, что Давид действительно задавал тему, а потом на эту тему размышляли разные подражатели, продолжатели и так далее. Итак, псалом про грех, как ни странно звучит. Грех мил нечестивцу, он в сердце его, а страх пред Богом неведом ему. Лжет он себе самому, будто вину свою увидев, отвратился от нее. Слова уст его беззакония и ложь, не стремится он ни к мудрости, ни к добру, даже ночью на ложе своем обдумывает преступления, на путь недобрый ступает, не гнушается злом. Господь, милость Твоя до небес, истина Твоя до облаков, Правда Твоя, горы Божьи, правосудие Твое, бездна великая, и людей из скот спасешь Ты, Господи. Как драгоценна милость Твоя, Божия! В безопасности люди под сенью крыл Твоих насыщаются ястыми дома Твоего, Ты поешь их потоками сладости Твоей, ибо у Тебя источник жизни. Мы во свете Твоем увидим свет. Одари своей милостью тех, кто знает Тебя, своей праведностью тех, чье сердце честно. Пусть гордыня не подступит ко мне, пусть рука злодея не столкнет меня на земь пале, творящее зло, не извержены и не поднятся им. Первая часть про грех, все понятно, довольно короткая. Вторая, чуть подлиннее, про милость Божию. Казалось бы, как можно связать грех и милость Божию? Милость Божия милует грешника. А здесь ничего подобного нет. Как странно. Давайте сначала посмотрим на то, как изображается грех. Грех мил, нечистився он в сердце его, страх пред Богом неведом ему. Лжет он себе самому, будто вину свою увидев, отвратился от нее. То есть, смотрите, здесь грех понимается не как внешний какой-то проступок, а ведь, скажем, в Пятикнижии, в законе Моисеевым, грехом называется нарушение каких-то ритуальных правил, нечистота эта. Прикосновение к мертвому телу, например, в нем нет ничего греховного, если похоронить нужно близкого человека, да, но оно делает это прикосновение человека нечистым. Вот здесь грех – это ровно то, что называется сознательным выбором. Что такое грех? Случайная ошибка, мы все много ошибаемся. Грех какое-то, знаете ли, запальчивое действие, о котором человек потом жалеет. Все-таки это как бы такие движения в сторону греха, но настоящий грех – это то, что в сердце. И человек, видя свою вину, лжет себе, будто от нее отвратился. Он сознает это. Да, у меня там проблемы с алкоголизмом, но я еще немножечко выпью, а больше не буду. А потом еще немножечко. Когда вот состояние ровно такого, скажем, привязанность к алкоголю или там к наркотикам просто хорошо иллюстрирует это все. Он сам себя обманывает. Не стремится он ни к мудрости, ни к добру. Даже ночью обдумывает преступление. На путь недобрый ступает, не гнушается злом. Полная противоположность тому человеку, который в первом салме назван. Но даже вот интересно, на ложе своем обдумывает преступление. То есть вот перед сном так сладко даже не то, чтобы помечтать, а заранее как бы расписать все то, что будешь делать. Зачем же тогда, потом говорится, милость твоя, Господи, до облаков правосудия твоя, бездна великая, драгоценна милость твоя, в безопасности люди под сенью крыл твоих. Почему не про милость по отношению к грешнику? А потому что прежде чем миловать грешника, надо защитить жертву греха. Вот достаточно часто, скажем так, благочестивая риторика говорит, ну все мы грешны, но всех надо пожалеть. Но эта риторика размазывает понятие греха и вины. Вот если убийцу убивает, первое, что нужно сделать, это схватить убийцу за руку. Отнять у него орудие убийства. Посадить его под замок. А потом можно его жалеть, потом можно его миловать. Но первое, что нужно делать, предотвратить убийство. А не смотреть на это и говорить, ну все мы грешны, один убивает, второй там, я не знаю, пост нарушил однажды. Это неправда. То есть вот есть конкретная вина конкретного человека. И в ситуации, когда есть насилие, в ситуации, когда есть насильник и жертва насилия, прежде всего должно быть остановлено насилие. И о Боге здесь говорится ровно как о том, кто это делает. И уже во вторую очередь, одари своей милостью тех, кто знает себя, своей праведностью тех, чье сердце честно. Это не значит безгрешных. Но это значит тех, кто сердцем грех не принимает. Это значит тех, кто не живет этим грехом, кто не лжет себе самому. Возможно, тех, кто и совершает подобные грехи, но тех, кто внутри себя честен, тех, кто стремится к добру, а не ко злу. И дальше он говорит, пусть рука злодея не столкнет меня на земь, паре творящей зло, не изверженной и не подняться им. Ну, некоторая идеальная картина мира, где грешники, злодеи, вот грешники в этом смысле сознательно грешащие люди, они повержены, а праведники в безопасности. Понятно, что на самом деле так вот оно бывает довольно редко. Вот, к сожалению, оглядываясь вокруг, мы видим, что часто праведник-то в забвении, в пренебрежении, в каком-то несчастье, а грешник вроде бы процветает. Что с этим делать? Вот Давид как бы легко так это все сказал здесь в конце своего 35-го псалма. Мне хотелось бы с ним поспорить и услышать его возражение. Как же на самом деле быть, если грешные злодеи не пали, если праведники не защищены стеной, да, и в жизни самого Давида много таких примеров. Что же с этим делать? Вот об этом будет 36-й псалом.